Здравствуйте! Это новости спорта. В студии для вас работаю я, Ульяна Любимова. Трактор уступил на домашнем льду Череповецкой Северстали, а накануне расторг-контракт с Кристианом Томасом. Подробности в нашем обзоре. Трактор расторг-контракт с нападающим Кристианом Томасом. 27-летний канадский форвард большую часть сезона пропустил из-за травмы, забив в 20 матчах всего две шайбы и сделав одну результативную передачу. Всего с октября 2018 года хоккеист провел за черно-белых 59 игр, забросив 12 шайб и сделав 11 голевых передач. А команда Трактор 22 февраля сыграет дома с Новосибирской Сибирью. А черепинская конькобежка Ольга Фаткулина завоевала три медали на чемпионате мира в американском Солт-Лейк-Сити. Ученица заслуженного тренера России Светланы Журавлевой добавила к серебру в командном спринте награду такого же достоинства на дистанции 1000 метров и бронзу на 500 метровке. Причем в забеге на километр установила рекорд страны – 1 минута 12,33 секунды. Отмечу, что сборная России с тремя золотыми, пятью серебряными и четырьмя бронзовыми наградами заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только соперникам из Нидерландов. Великолепная наша Ольга Фаткулина. Напомню, что воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва имени шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а месяц назад на чемпионате Европы в голландском Херенвине она выиграла золото на 500 метровке в командном спринте. Челябинск встречает первенство УРФО по рукопашному бою. 250 участников со всего Уральского федерального округа съехались, чтобы отстоять свое право на участие в первенстве России. Именно поэтому бои были жесткие и бескомпромиссные. Владислав Ребриков работает в МЧС пожарным, живет в МИАСе, учится в Челябинском государственном университете по специальности госуправления. И еще умудряется два раза в день тренироваться, по два часа утром и вечером. Первый бой важный самый, уверяет спортсмен. Каждый первый бой на любых соревнованиях он тяжелый. Главное хорошо начать, а потом, как говорится, по нагаду на и пойдем. Александр Климовец приехал в Челябинск из Кургана. С 12 лет занимается рукопашкой. До этого было тэквондом. Сначала занимался тэквондом. Было там недостаточно жесткое, решил перейти на рукопашный бой. Там одними руками работали, а тут руки на дерьме. Раньше рукопашный бой считался прикладным видом спорта. Им занимались в армии и в силовых структурах. Сейчас он становится все более гражданским. Наше соревнование является отборчивым на первенстве страны, который состоится в городе Курске. Это в конце марта. По итогам соревнований из 30 южноуральских спортсменов шестеро отправятся на первенство России. А футболисты клуба Челябинск стали победителями традиционного предсезонного турнира Кубка Шефигулина. Наши ребята одержали верх во всех трех матчах. С каким счетом они разгромили в заключительной встрече соперников из Магнитогорска, знает Валерий Киченко. За награды 12-го футбольного турнира на призы заслуженного работника физической культуры Михаила Шефигулина боролись четыре команды. Основной молодежный составы клуба Челябинск, Миасская торпеда и Металлург Магнитогорск. Для всех это часть подготовки к сезону и смотр талантливой молодежи. В феврале месяце, так сказать, команды просыпаются, и всем необходимы вот эти именно игры. Главная команда – это подготовка, а все остальное – это, естественно, это кто стремится попасть в команду. В итоге главная футбольная команда региона победила в трех матчах с общей разницей мячей 12-2. В заключительной встрече представители профессиональной футбольной лиги разгромили Металлург из Магнитогорска со счетом 6-0. На втором месте оказались гости из МИАСа, на третьем – Магнитогорцы. Также были определены лауреаты 12-го кубка Шефигулина. В их числе защитник клуба Челябинск Виталий Коркин. Первая индивидуальная награда за 8 лет. Участвовал 8 лет в этих турнирах, но вот первую награду получил. Удачно получился для меня турнир 12-й, кстати. У меня 12-й номер символично. В дальнейших планах подопечных Михаила Сальникова – тренировочные сборы в Сочи и Турции. Возобновится чемпионат России ПФЛ 7 апреля. Челябинцы сыграет дома с Новотроицкой ностой. А я напомню, что серебро чемпионата ПФЛ южноуральская команда выигрывала в 2018 году. Валерий Киченко, Дмитрий Абрахин, ОТВ На сегодня это все спортивные новости. Далее происшествия. В Челябинске таксист на перекрестке совершил страшное ДТП. Сбил троих детей. Эльвира Хафизова расскажет подробности. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова